Правда ли, что единственные дипломаты, которые не пришли поздравить с вручением, оказались казахстанские дипломаты? То есть наша страна вас никаким образом не поприветствовала с этой наградой? Наш доклад, который мы готовим, будет называться «Стрелять на поражение». Вы едва ли не единственный человек, у которого нет абсолютно никаких иллюзий по поводу этих выборов. До уровня Украины нам так далеко, до уровня Грузии нам тоже так далеко, нам даже далеко до уровня Кыргызстана, что там говорить. А у нас как? А у нас приходят на всю жизнь и не хотят отдавать. Вы 25 лет находитесь в противостоянии системе. Что это вам дало и что это у вас отняло? В следственном изоляторе, когда они подвергались избиениям, он видел в углу сложенные голые трупы. То есть вы имеете доказательства связи преступных группировок и правоохранительных органов? Любой человек имеет право на протест. Добрый день! С вами Дергачев Инсайт. Если вы считаете нашу работу важной и интересной, просьба отправлять нам донаты. Сегодня у нас в гостях правозащитница Бахаджан Таригожин. Здравствуйте, Бахаджан. Здравствуйте. 8 марта 2023 года вы были в Белом доме в Вашингтоне. И вам вручили награду за женскую отвагу. То есть это что? Это какой-то диплом, или это медаль, или это премия? Как это вообще выглядит? Ну, это считается... Я не знаю, как это выглядит и какой статус, диплом, премия или что. Это нам дали вот такие вот памятные хрусталя. Это вот памятные вот эти вот надписи. С мальчиком. Да, да. И там выгравировано наше имя, и написано за женскую отвагу. И вот публично, очень, знаете, торжественно, очень, знаете, так вот красиво. Нас пригласили в Белый дом, показали, что они относятся к таким женщинам очень с огромным уважением, почтением. И публично вручили нам эти, как бы, статуэтки. А кто вручал? Ну, в этом году, ну, это вообще-то премия ежегодная. Последние два года, в связи с пандемией, у них было онлайн. Онлайн, да. И мы были первые после пандемии, которые вручали в офлайне, в Белом доме. Нас наградил госсекретарь господин Блинкен. И первая леди в США – это доктор Байден. Она просит себя называть доктор Байден, Джули Байден. Ну, вот, учитывая, что она считает, что ее достижения, ее собственная история и собственные успехи тоже очень много значит. – Бахаджан, правда ли, что единственные дипломаты, которые не пришли поздравить с вручением, оказались казахстанские дипломаты? То есть наша страна вас никаким образом не поприветствовала с этой наградой? – В Вашингтоне, да, наши дипломаты были единственные, которые не пришли. Но потом, после того, как я написала пост в Фейсбуке, выяснилось, что они вообще не ходят ни на какие награждения, любых номинаций, с которыми не имеет отношения государство. Там же мне отписались и Лукпан Ахмедьяров, сказал, что на его награждение не были представители посольства Санья Тойкен, которая тоже была награждена в Америке. Она тоже сказала, что на ее награждение не были посольства Дина Танцари, которая получила награду тоже в Америке, в стенах ООН. Тоже не были казахстанские дипломаты. Поэтому это оказалось нормой, к сожалению, у нашего дипломатического корпуса, где они не входят на награждение представителей гражданского общества. – Это норма, которую наши дипломаты придумали, потому что это же не норма дипломатического протокола для всех стран и для других посольств. Что это за такая норма? – Я не могу ничего говорить. Вы знаете, как работают, к сожалению, наши государственные структуры. Но единственное, что я могу сказать, что потом по приезду 30 марта был торжественный прием в консульстве США. И там тоже были приглашены представители Министерства иностранных дел. И так как есть представительство МИДа здесь, в Алматы, и они присутствовали на этом торжественном встрече. И там они извинились, сказали, что посол в этот день не был в Вашингтоне, а приглашение было индивидуальным. И понятно, что никто не мог пойти вместо посла на торжественный прием в Белый дом. Но они вот таким образом преподнесли свои извинения. Ну, я считаю, что это хорошо. Я считаю, что не ошибается тот, кто не работает. Но я все же хочу, чтобы в будущем, когда будут награждать представителей гражданского общества, наше государство должно проявлять уважение к своим гражданам. Это важно. Абсолютно. А вы рассказывали, что только последние пять лет, может быть, да, когда вы собираетесь куда-то пойти или когда должен пройти какой-то митинг, вас не караулят у дверей и вас, скажем так, демонстративно не преследуют. То есть предыдущие 20 лет вы жили в ситуации постоянного как минимум наблюдения, если не прессинга. Вообще говоря, вот жить такой жизнью – это каково? То есть вот вы 25 лет находитесь в противостоянии системе. Вот. Что это вам дало и что это у вас отняло? Ну, знаете, человек вообще привыкает ко всему. Даже Робинтон Круза, когда попал на небытаемый остров, он там выжил в полном одиночестве, адаптировался к тем условиям среды и выжил. И когда приходишь в политический активизм, в правозащиту, примерно такие условия жизни, тотального контроля, преследования, запугивания, шантажа – это как бы обыденность наша. И даже к таким условиям просто привыкаешь. Конечно, не все выдерживают, многие уходят и правильно делают, я считаю. Остаются такие ненормальные, как я. И те, кто продолжают работать. И я правда считаю, что те условия работы, в которых мы работаем, – это ненормально. Такие условия… Мы сами боремся за соблюдение прав человека, и наши трудовые права нарушаются в первую очередь государственными органами, которые должны просто уважать нашу работу, относиться с каким-то… в рамках закона. Но, тем не менее, они нашу жизнь очень часто превращаются в кошмар. Ну, вот, в принципе, никто меня тут не держит. Я могла бы давно уйти, это чем-то другим, как я уже рассказывала, что я люблю современное искусство, я люблю, допустим, путешествия. Но, тем не менее, я работаю. Но, наверное, есть какие-то другие причины, где я продолжаю эту работу и продолжаю её делать. И, наверное, это в первую очередь, наверное, возможность как-то удовлетворить свои внутренние установки, добиться правды в правовом поле. Понимаете? Какие-то делать маленькие шаги, восстанавливая права одного человека. И пытаться придать публичности нарушение прав человека, доводя их до властей, до тех людей, которые принимают решения, чтобы они были восстановлены. Иногда вот такие маленькие победы, они дают очень большой стимул для других, которые борются за свою справедливость. То есть правозащита – это один из инструментов, где можно доказывать свою правоту, доказывать шаг за шагом, что можно восстановить справедливость. шаг за шагом без близкого результата. Но получается, вы капаете, 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 и в какой-то момент уже вот эта чаша переполняется, и государство говорит, ладно, отпустите его, выпустите этого человека, за которого вы там уже на протяжении там нескольких лет просите, да, или подчеркиваете, что он несправедливо преследуется. И вот таким образом это у нас работает. Да, таким образом это работает, но здесь опять-таки не только мы капаем, тут мы даем эту информацию, придаем публичности, тут идет давление со стороны общества, идет давление, допустим, каких-то механизмов, допустим, вы же знаете, у нас очень много и весомо работают какие-то личные связи, да, которые лично симпатии, да, а потом мы информируем международное сообщество, международные правозащитные организации. Вот, допустим, эти кейсы очень часто становятся вопросами, которые обсуждаются на политическом уровне. Вы знаете, очень много ездит наших чиновников, депутатов, тот же Амбуцман, да, на встречи со своими коллегами в Европе. Встречается на международных площадках, допустим, в Совете Европы, в Европарламенте. Есть площадки ООН, где идет обсуждение, допустим, попыткам пособедить прав человека. И все эти кейсы, которые на слуху, которые мы постоянно говорим о том, что надо решать, они становятся предметом переговоров на таких площадках. Потому что наши западные коллеги тоже должны видеть, что это действительно актуально, это нужно. Если бы мы молчали в этих кейсах, понятно, что они не стали бы предметом для переговоров. И это где-то дает результаты быстро, где-то надо еще дополнительно собирать документы, где-то больше надо аргументировать, доказывать, что к этому вопросу надо возвращаться вновь и вновь. И поэтому на разных уровнях оно, в принципе, решается. Некоторые, допустим, достаточно того, что мы здесь освучиваем, и это решается очень быстро, допустим, по оказанию медицинской помощи. Сейчас я должна это констатировать. Те письма, которые мы пишем по состоянию здоровья, допустим, политических, такой ученок, либо те, которые подвергались в Кандар и пострадали очень сильно, когда мы пишем обращение о оказании помощи, делается очень быстро. И мы даже удивлены и даже, знаете, удовлетворены тем, что именно оказание медицинской помощи в местах лишения свободы и в местах следственных изоляций передали в Министерство здравоохранения. Мы сейчас видим эти результаты. И это одно из таких хороших примеров. То есть это как раз, когда обратную связь, вы получаете быстро и наглядно. Да, да, да. А вы Кандаром начали заниматься практически сразу, как он произошел. И был вот этот список Тарегожиной, который отличался от официального списка жертв. То есть у вас на период весны было 263, да? Да, сейчас 264. 264. А вот будет ли этот список расти? То есть появляются ли все-таки те, кто готов рассказывать еще о своих погибших родственниках? Да, вот как раз один человек, который у нас появился, это как раз человек, который решился рассказать. Вот вчера я слушала интервью пострадавшего с числением 24 людей, которые подверглись пыткам, и где судят 11 сотрудников КНБ. И сейчас я не помню его фамилию, я сидела, видео прослушивала, и он говорит о том, что в следственном изоляторе, когда они подвергались избиениям, он видел в углу сложенные голые трупы. Ну, голых людей он видел, сложенных тем более. И он говорит, что я когда сидел, и вот они не разрешали им поднимать головы и увидеть лица тех, кто к ним их пытал, да? И он, говорит, я смотрел и по косу, и видел, говорит, что там лежало очень много голых трупов. Вот. У нас не было информации о том, что в следственном изоляторе в Алматинском были убиты. У нас сейчас по Алматы идет речь об гибели Жасулана Анафияева, но его забрали с морга. У нас речь идет о том, что умер господин Утибаев, который как раз-таки здесь в рамках судебного расследования, где идут подсудимый один из КНБшников, он тоже не был в следственном изоляторе, потому что по информации он еще был, умер до того, как их всех перевели в следственный изолятор, да? У нас есть все. У нас, по-моему, в Алмате только два случая. А когда он говорит о том, что там была гора трупов, эта информация нам для того, что мы должны это проверить, проверить, и мы будем этим заниматься. То есть как раз к тому вопросу, есть ли еще люди погибшие. Получается, есть. Но во всяком случае, мы сейчас получили такую информацию, и мы будем проверять. Которую необходимо проверять? Конечно, это необходимо проверить, потому что любая информация, особенно которая связана с правом на жизнь, она должна всегда проверяться. Сейчас у вас понимание Кантара и преследований, которые произошли после Кантара, изменилось по сравнению с тем, что вы понимали и знали год назад. То есть насколько вы сейчас видите картину полнее и объемнее? Да, мы картину сейчас видим полнее и объемнее, и она еще больше ужасающая, чем то, что мы думали вначале. Потому что в любом случае мы связывали государственные институты, что они не будут скатываться до состояния, до выяснения отношений со своими гражданами бандитскими методами. Мы увидели то, что творится правовой беспредел со стороны сотрудников как полиции, как сотрудников КНБ, которые проводили допросы как в стенах следственных изоляторов, так в каких-то там, допустим, контейнерах, в каких-то и еще нас сильно поразила реальная связь этих бандитских группировок с властями. Потому что мы, когда видели первые фотографии с площадей, мы видели, что идут солдаты, допустим, военные с автоматами, и среди них были люди в гражданском. И когда мы задавали вопрос, кто эти люди, сейчас выясняют, что люди имели отношение к властям, хотя они при таких вооруженных столкновениях могут считаться бандитами, либо те, которые противостоят государственным органам, а тут они среди них находятся, законность их нахождения среди военных, кто они вообще такие, какое они имеют отношение к государственным структурам, как их зовут, кто они такие вообще. Поэтому тут очень много вопросов. И, конечно, вот это, уже мы сегодня имеем доказательства о наличии таких людей, и, конечно, это вызывает очень много вопросов, и вот мы работаем над этим. То есть вы имеете доказательства связи преступных группировок и правоохранительных органов? Мы имеем свидетельские показания связи преступных группировок с правоохранительными органами и структуры Комитета национальной безопасности. Да, у нас есть свидетельские показания, и мы хотим, чтобы государство ответило на такие показания людей, которые утверждают, что такая связь была, либо эти преступные группировки крышевались, будем так говорить, термином бандитскими, с Комитета национальной безопасности и МВД. Вы в нашем интервью, которое месяцев 9 назад мы с вами разговаривали, вы говорили, что были свидетельские показания о том, что на площади 5-го и 6-го числа находилась Копчегайская десантно-штурмовая бригада, что были военные, казахстанские военные, в том числе конкретно вот это ДШБ Копчегайская, вот сейчас вы что-то знаете про это больше, вы подтверждаете это? Да, у нас сейчас есть, так как очень много досудебного расследования засекречено, сейчас проход судебного расследования, да, у нас есть доказательства того, что стреляли Копчегайская военно-штурмовая солдаты, военнослужащие, у нас есть как раз таки доказательства того, даже есть с какого оружия они стреляли, даже есть фамилии тех, кто стреляли, но они до уровня, когда доходит кто стрелял и из какого оружия, дело приобретает крифт секретный либо его закрывают, да, ну у нас есть материалы даже некоторых уголовных дел, где мы получили до того, как делали секретили. То есть вы продолжите задавать государству и международному сообществу вот эти вопросы? Конечно, да, конечно, потому что во-первых, мы хотим знать, что произошло, во-вторых, мы хотим знать, кто виноват, все это делать для того, чтобы они были наказаны именно в соответствии с тем, что у нас говорит закон, все это для того, чтобы это больше не повторилось. Угу. Казахстан, казахстанское правительство отказалось от международного расследования, да, вот на сегодняшний день расследование, которое проводили независимые правозащитные организации, альянс правозащитных организаций, вот оно имеет какой-то итог, пусть промежуточный, то есть к чему пришли, какие выводы? Мы не расследование проводили, мы проводили документирование, документирование того, что мы могли собрать, то, что было нам доступно, информацию, которую мы собирали непосредственно от пострадавших, потому что очень много к этому времени были освобождены, и они могли свидетельствовать сами, каким репрессиям они были подвержены, потом мы документировали сами досудебное расследование, опросами адвокатов и тех, кто проходил в рамках этих уголовных досудебных расследований, сейчас мы документируем судебные расследования, суды, которые я периодически вывешиваю, конечно, все это мы сегодня сводим в так называемый доклад, который мы готовим, это у нас получается промежуточный доклад, потому что наша команда, мы занимались документированием людей, у нас три группы работали над документированием, это группа, которая работала над документированием пыток, они свой доклад презентовали, и сейчас они уже работают по рекомендациям данного доклада, на прошлой неделе они в Астане провели круглый стол представителями государства, они это презентовали, по-моему, два месяца назад в Астане тоже было, они презентовали госорганам, и там были представители генпрокуратуры, и МВД, и представители аппарата Амбудсмана, там были, по-моему, даже комитет уголовной исполнительной системы, были чиновники администратора, то есть большой пул, будем сказать, чиновников был на этой презентации, и они ознакомились с этим докладом, который был презентован, а сейчас уже они в рабочем плане уже обсуждают, какие рекомендации могут быть приняты, что делать, чтобы пыток в Казахстане не было. Сейчас наша группа, которая работает с людьми, мы презентуем свою часть доклада, у нас он получается, наша презентация против пыток, она называлась «Мы уже не плачем», вот, да, наш доклад, который мы готовим, будет называться «Стрелять на поражение», то есть взяты слова президента, и он у нас будет называться так, и основная цель этого доклада о том, какие разрушающие последствия принес данный приказ в области нарушения свобод и прав граждан. Вот, и мы в рамках этого доклада с самого начала просматриваем хронологию, когда прозвучал этот приказ, как он постоянно в виде изменялся, в том плане, что якобы он просто был дан стрелять только по бандитам и, как сказали, по террористам, потом они еще там в виде изменяли, да, и в итоге к чему это привело? в массовом гибели людей, причем у нас мы там приводим показания военнослужащих, которые были судимы, и которые сейчас судят, которых сейчас обвиняют в гибели людей, где они так и говорят, мы выполняли приказ, и причем они убили мирных граждан, которые как бы не представляли никакой угрозы для них. то есть это будет доклад, который будет, как я сказала, называться «Стрелять на поражение», и на котором мы будем проследить разрушающую силу вот этого приказа на гражданское общество. И, конечно, там будут сделаны выводы, на наш взгляд, из того, что мы сделали эту работу, там будут еще вопросы, на которые мы хотели ответить, получить ответы от правительства и президента. И еще самый последний пункт, это будут рекомендации, что мы считаем нужно делать для того, чтобы такое не повторилось. А существует ли какой-то протокол ответов на такие доклады и вот на такие презентации? То есть вы это сделали, они послушали, что дальше? Хороший вопрос, что дальше? Да, дальше мы будем заниматься адвокацией тех рекомендаций, которые мы напишем и задавать те вопросы, на которые мы хотим услышать ответы. То есть мы будем дальше требовать, дальше доказывать, что мы имеем право получить ответы на вопросы и рекомендации, которые мы напишем, что они должны быть услышаны властями и они должны быть исполнены. Будут ли эти доклады, вот и первые, о которых вы сказали, и вторые, будут ли они опубликованы? То есть получат ли широкий доступ? Да, они будут опубликованы, но в связи с тем, что права человека не очень интересны большому количеству граждан, которые больше интересуются общественной жизнью, конечно, они будут опубликованы, допустим, как в случае с пытками, там вовлечены международные эксперты, которые требуют от Казахстана исполнения своих международных обязательств. В таких случаях с нашим докладом мы думаем, что тоже он будет интересен как для наших западных коллег-правозащитников, так и, может быть, вопросы этого доклада будут подниматься на политическом уровне. Ну, я имею в виду, смогут ли обычные люди ознакомиться? Конечно, они будут опубликованы, да, они будут опубликованы, такие доклады, их сила в том, как раз, что в публичном доступе, что каждый может прочитать и каждый может оценить, с чем-то согласиться, с чем-то не согласиться, поддержать, допустим, в тех вопросах, которые поднимают правозащитники, организовать какую-то компанию общественную, чтобы правительство ответило на вопросы правозащитников, какую-то провести адвокатическую компанию, то есть, в принципе, возможности общественной поддержки очень велики. в фейсбуке вы публикуете стенограммы судов по Кантару, которые продолжают идти, да, то есть, ну, много, мало, но какое-то количество людей смотрит ваши публикации, да, то есть, на них откликаются, и вы достаточно подробно рассказываете, да, вот, что происходит, почему, вот, каким образом, там, что говорит прокурор, там, что говорит адвокат, что говорят, там, часть подсудимых, они уже погибшие, да, то есть, умершие, происходят суды над умершими людьми, а вот, а вот для чего вы это делаете, то есть, какой смысл вот такой, вот это выносить вот в это пространство? Ну, это тоже одно из разновидностей документирования. Судебный процесс, это, можно сказать, основная такая юридическая как бы площадка, где каждому может доказать свою виновность, невиновность, либо, значит, общество выносит решение, насколько обвинение смогло доказать, наоборот, виновность подсудимых, да, и это очень важно именно для документирования, это тоже у нас подшивается в архив, да, чтобы, допустим, когда власти, они, ну, говорят, да, он виновен, типа, суд доказал, приговор есть, вот, и мы можем дать стенограмму этих судов, где независимые эксперты могут вынести свое решение, насколько там действительно человек смог доказать, допустим, привести аргументы в путь своей невиновности, или как были заслужены ходатайства адвокатов, либо насколько прокурор был аргументирован о своем предъявлении своего обвинения, или как судья выслушал, допустим, сторону прокуратуры или адвокатуры, то есть все это говорит о том, что у нас в соответствии с международными стандартами каждый человек имеет право на справедливый судебный процесс, то есть здесь мы этими стенограмми этих судов подводим к тому соблюдены либо право подсудимого на справедливый судебный процесс. Вы занимаетесь документированием, да, то есть одна из составляющих вашей работы это документирование. А для чего? В том числе для того, чтобы через несколько лет или через много лет, когда, скажем, возможно, система будет более справедливой, возможен был какой-то пересмотр этих дел, конечно, да, дело в том, что по 1986 году, мы можем сказать, когда в 1986 году судили, люди были запуганы и много уголовных дел, которые ушли в архив, и почти в 1991 году многие были пересмотрены и люди реабилитированы, а те многие люди, 86-91. Да, понадобилось 5 лет, и тем более надо сказать, что когда люди многие взяли паузу, боялись связывать с государством и не говорили о своем участии в декабрьских событиях, они потом хотели и начали, когда идет реабилитация, людям начали давать льготы какие-то, вот там, квартиры, там, еще что-то, да, они хотели подтвердить свое, как бы, участие в декабрьских событиях, и запрашивают уголовные дела, их не было в архиве, они были, сказали, что их нет, либо утеряны, либо, ну, не смогли доказать, к сожалению, мы с этим сталкиваемся, когда уголовные дела исчезают с архива, ну, либо в силу того, что халатности, либо они были уничтожены, то есть непонятно, вот, и поэтому мы все это делаем, отдельно собираем в облаке, который, как бы, параллельно архив создается тому, что есть сейчас. То есть, по сути дела, вы занимаетесь независимым архивированием всего, всех документов? Ну, которые, попадают к нам в руки, да, которые мы... Что вам доступно. Да, что нам доступно, да. Ой, давайте чуть, чуть легче, не знаю, насколько справедливей, но чуть легче тему попробуем задать. Вот, вы очень конкретно и резко высказывались о последних выборах, которые проходили о выборах в Маслихат, в выборах Можелис. И мне показалось, вот еще даже до выборов, что вы едва ли не единственный человек, у которого нет абсолютно никаких иллюзий по поводу этих выборов. Да. вот сейчас, когда эти выборы прошли, когда, собственно, ни один практически, да, ну, вот там одна фамилия под вопросом из всего списка, но ни один независимый кандидат никуда не прошел, когда победила традиционное условие, в кавычках говоря, здравомыслие, когда решили не играть в эти дурацкие игры, не надо нам этих, вот, пусть пройдут наши и все. А вот что вы сейчас можете сказать, вообще говоря, по всем вот этим выборам, что это было? Ну, вы знаете, вообще говорят, что надо следить после выборов за политическими перемещениями, да, учитывая, что у нас выборами всегда занималась администрация президента, это не секрет, которую спускали из списка, спускали и говорили о том, кто должен пройти, не пройти, и как, значит, выборы должны пройти, и когда должно быть опубликовано и все остальное, то, учитывая, что у нас господин Нуртлёв почему-то с администрации президента переместился министром иностранных дел, тут возникает ну, как бы соответствующий вопрос, да, а не он ли там все это перегнул, да, и перестарался, но так как ответа мы не знаем, да, но вот это перемещение, оно довольно-таки, знаете, такое многозначительное, потому что администрация президента всегда и везде за ним было последнее слово, и они всегда все решали, но, к сожалению, да, хотя изначальные попытки о введении 30-процентной квоты, значит, о парламентской оппозиции, о том, что у нас снижает 5-процентное прохождение как бы партии в парламент, все это вдохновляло осторожный оптимизм, да, что у нас наконец-то что-то поменялось, но реально показали, что ничего не поменялось, и я думаю, что это зависит, наверное, от исполнителей, от их мировоззрения, от их установок, да, и уровня страха перед гражданским обществом, ну, бывают проколы, ну, бывают звук уходит пара в гудок, да, но посмотрим, что будет дальше, но, ну, что делать, тут, наверное, временной фактор, как у нас в правозащите, надо капать, 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 а вдруг там где-то через 5-7 что-то будет по-другому. Да, не очень оптимистичная картинка. Это жизнь, понимаете, я в таких случаях всегда говорю, сравнивайте и смотрите, как развиваются демократические процессы тех на постсоветском пространстве, которые ушли от нас вперед. На сегодня от нас ушли вперед это Украина и это Грузия. Даже там, уже там, по-моему, в Украине пятый или шестой президент старые скрепы не отпускают. Мало того, что не отпускают, да, и все это действительно в мышлении тех людей, кто находится у власти. Вот посмотрите, что сейчас в Украине творится, а что в Грузии. Вот, казалось бы, Саакашвили полностью поменял мышление грузинов, где он сейчас находится. К сожалению, общественное развитие это еще хуже, чем что-либо другое, потому что, чтобы общество поставить на новые рельсы, уходит очень много лет. даже не одно поколение может быть. Это все зависит, к сожалению, от этого. Грузия это же вообще просто обливает кровью, что сейчас творится в Грузии. А что, будем далеко не уходить, допустим, с Кыргызстаном? Он был островком демократии, сейчас что? И поэтому, даже если к нам придет более прогрессивный, думающий президент, в любой момент мы можем вернуться обратно к старым скрепам. Потому что один человек не всегда решает, это должна быть команда единомышленников, и которые делают так, чтобы не было возврата, но именно правила общественного развития, они вот такие, к сожалению. Поэтому на наш век мы уже, я сомневаюсь, что мы увидим какие-то демократические изменения в Казахстане, к сожалению. Правильно ли я вас понимаю, что вы говорите в том числе и о том, что наше правительство и наши управляющие люди, наши начальники, они отражение нашего народа и в том числе нашего гражданского общества. И вот пока вот эта связь и этот страх и с той, и с другой стороны присутствует, вот мы не можем двигаться вперед. но это не страх перед друг другом, нет. Они двигаются параллельно, у них разные вселенные, у властей, у чиновников и у общества, которые, к сожалению, не пересекаются. Но у них, вы знаете, это как детские болезни. Ребенок растет, он там втрянкой болеет, простуду, урви, и это свойственно для развития ребенка, пока он не станет подростком. У подросткового периода уже другие свои болезни. Так и у нашего общества сейчас именно болезни, детские болезни, которые мы переживаем. И здесь понятно, они что-то хотят быть среди демократических стран, при этом они хотят быть среди них со своей спецификой, при этом они не хотят уступать гражданскому обществу, которые вдруг потребуют честных выборов, вернее, потребуют, а заставят их провести честные выборы, они потеряют злость. Что они тогда будут делать? У них все это связано с какими-то собственными интересами, которые почему-то идут в разрез с интересами гражданского общества. То есть это такие болезни, которые они должны, допустим, те, кто приходит во власть, они должны понимать, что они приходят не на всю жизнь, они должны понимать, что они приходят на один срок и временно, и что они отработают строк, и они должны быть готовы уйти и уступить месту другим, которые работают лучше них. А если они работают хорошо, они должны понимать, что они останутся на второй срок только потому, что они работают хорошо и решают вопросы гражданского общества. А у нас как? А у нас приходят на всю жизнь и не хотят отдавать. Причём работают только на себя и не заинтересованы в том, как бы независимы от мнений гражданского общества, к сожалению. Но это вот такие детские болезни, потом может быть мы как в Украине выберем другого президента, господин Зеленский, у нас начнутся другие проблемы. Сейчас господин Зеленский, допустим, проводит полную иллюстрацию своей команды, выясняются там какие-то, значит, люди, которые до сих пор симпатизируют, либо стоят на позиции, что не принимают войну, не принимают того, что Россия фактически ведёт войну с Украиной, и господин Зеленский расстаёт с такими людьми. Но это, вы знаете, до уровня Украины нам так далеко, до уровня Грузии нам тоже так далеко, нам даже далеко до уровня Кыргызстана, что там говорить. Но посмотрим, время покажет. Но мы всё равно к этому придём. Единственное, я могу сказать, что мы всё равно придём к демократическим основам, потому что у нас очень просвёщённое общество. Мы просвёщённое общество, у нас границы открыты, у нас молодёжь хочет жить как бы по-демократически, и всё это будущее связано с молодёжью. И поэтому мы не скатимся в Афганистан, мы не скатимся в те страны, где, допустим, идут полнейшие нарушения прав человека, тем более это игнорируется этим странами. То есть мы на стадии, что мы всё равно будем демократической стороной, но дорога будет очень длинная, долгая. Ну и примерно так. А вот нефтянники в Астане и вот этот достаточно сильно напугавший Димаш, то есть людей, которые приехали требовать справедливости, требовать вот свои возможности работать, по сути дела. Да, да. И там очень много было высказываний, что их используют и так далее. Вот сама по себе вот эта акция, на что-то значит, это, скажем, продолжение некой ну вот вот этих политических протестных ожиданий или это достаточно случайный эпизод, на ваш взгляд? Что это? Нет, я не считаю это случайным. Жена Узен, это вы знаете, я всегда восхищаюсь тем, что они никогда не довольствуются тем, что им бросили. Они, у них есть определенное чувство собственного достоинства, и они всегда пытаются решить в свою пользу и считают, что они выставляют требования вполне законные. И это действительно так. Многие говорят, что вот считают там их деньги, считают, что они там хотят большего, но, дорогие мои, они граждане, могут просить хоть что. Это их право, допустим, право другой стороны сесть за стол переговоров и решать, что они могут решить, что завышенные требования, что невозможно решить, и в чем они могут уступить. Потому что любой человек имеет право на протест, понимаете, и это надо принимать как законность, и власти должны понимать, что это надо не подавлять, не заставлять замолчать, не запугать, а это надо решать. И поэтому Женаузен был протестным всегда, он еще протестовал при СССР, будем так говорить, я считаю, что это здорово, и они всем нам своим неустанным борьбой за свои права показывают о том, что в Казахстане есть еще люди, которые отстаивают свои права и показывают пример, что-то можно делать, нужно делать, и в этом направлении нужно двигаться. Возможен ли диалог сейчас, прямой диалог между правозащитой, между политическими активистами и властями, потому что вот даже история Кантара, история рассказов о Кантаре, то есть это как две абсолютно непересекающиеся реальности, мы вот об этом с Динарой Егельбаевой говорили и с вами уже тоже немножко, одни говорят одно, другие другое, и как будто друг друга даже не слышат, да, вот, и это же вопрос вообще говоря здоровья и будущего нашего общества и нашего государства, то есть диалог, а диалог в принципе возможен и вы со своей стороны готовы идти на прямой диалог с властью и насколько она готова воспринимать разговор с вами? Ну, дело в том, что все, кто оппонирует со стороны гражданского общества, они хотят быть услышанными, даже создание народного парламента, каллок парламента, тех депутатов, экс-кандидатов и депутатов, которые не прошли, они для чего это инициировали, для диалога? И какая реакция со стороны властей? Вот весь ответ. Мы правозащитники всегда поднимаем проблемы прав человека, да, и, конечно, мы всегда готовы обсуждать, готовы всегда консультировать, помогать в каких-то вещах с нами выступать экспертами, допустим, по разработке новых объектов, но власти на сегодня не готовы, не хотят игнорировать гражданское общество и действительно живут в какой-то, знаете, созданном в своем собственном мире, где нет, к сожалению, неправ человека, соблюдения прав человека, где нет общественных интересов и, к сожалению, где нет рабочих женозена. Ахаджана, вам не приходило в голову, что, может быть, вот за эти годы вашего, скажем, оппонирования, вашего противостояния, нахождения на другой стороне, что вот мир для вас, может быть, стал черно-белым, и вы не видите в них того, что можно увидеть, да, то есть, что вы вот очень, так, как этот, как говорили в этом, я, после коммунистов я больше всего ненавижу антикоммунистов, да, то есть, потому что это бесконечная вот эти вот, бесконечная война и внешняя, и внутренняя, то есть, насколько вы ощущаете, вот, или не ощущаете вот эту профессиональную деформацию? Ну, да, профессиональная деформация, наверное, есть, и она, наверное, со стороны виднее, да, но я всегда стараюсь понимать, что решение всех моих проблем, это в государстве, всех проблем, которые мы поднимаем, это решаем, к сожалению, не мы, это решают те, кто находится у власти, я всегда это знаю, поэтому в каких-то вопросах, во всех вопросах открыто для коммуникации, потому что если они из тех вопросов, которые мы поднимаем, решают один вопрос, да, это уже какой-то определенный результат, поэтому я как бы не такая категоричная, да, допустим, как некоторые оппозиционеры, вот, там все плохо, всех надо, там всех уволить, всех надо переизбрать, всех там надо, короче говоря, отправить в отставку, да, я принимаю так, что эти люди сегодня находят у власти, они могут решить вопросы проблемы прав человека и открыто для коммуникации давайте работать, но, допустим, использовать меня, там, вот, мы посоветовали, там, старикожный, либо узнали ее мнение, она считает, что, допустим, не надо того отпускать, нет, это, конечно, неприемлемо, здесь я стою как бы определенно на своих позициях, этих надо отпускать, этих надо пересматривать, этих надо прекращать, допустим, надо регистрировать, допустим, оппозиционные партии, то есть я говорю четко как бы те рекомендации, которые я как бы озвучиваю и жду ответ со стороны властей, ну, вот примерно вот так, допустим, в период Кантара мы поднимали вопросы о том, что очень много, которые сидят под следствием и они совершенно невиновные, вот, и со стороны государства было намерение встретить со всеми этими родственниками, да, и действительно была организована встреча с представителями генеральной прокуратуры, которые встретились почти с 25 значит родственниками тех, кто находится под арестом, да, и они обещали им ознакомиться к уголовными делами и действительно многие потом были освобождены там и была вина мера пресечения, да, конечно, некоторые дошли до суда, они получили там кто-то под армистью попал, да, но почти никто не был осужден, просто я сейчас не помню, может кто-то и был осужден, я не берусь это утверждать, но тем не менее я открыта, я считаю, что это хорошая возможность коммуникации с государством, когда они предложили вот встретиться и со всеми переговорить, я только это приветствую, я приветствую, допустим, когда мы узнали о том, что в следственных изоляторах по информации адвокатов люди подвергаются пыткам и подвергаются жестокому обращению, и я была уверена, потому что это было со слов адвокатов, я благодарна нашему амбудсману, которая действительно начала приезжать в следственные изоляции, сама убеждаться, что действительно люди подвергаются жестокому обращению, и потом благодаря ей информация стала официальной, что действительно были пытки, я открыта для таких коммуникаций, можете назвать ее? Ну, это госпожа Зимова, хотя я ее очень сильно критиковала до каких-то других вопросов, но я здесь должна отдать ей должное, что она действительно ездила по следственным изоляторам, убеждала, что люди подвергнуты пыткам, что им нужно действительно лечение, и решались вопросы о переводе их на стационарное лечение, и она это делала, и поэтому в вопросах именно решения соблюдения прав человека я открыта для коммуникаций, потому что я понимаю, что это делает только власть, я не могу это делать, я могу только довести эту информацию до ушей тех, кто принимает решение, и они это должны решать, поэтому может быть и есть конечно какая-то профессиональная деформация, где я принципиально встаю на вопросе, что в Казахстане не должно быть политических заключенных, это моя принципиальная позиция, а власти говорят, что у нас нету такого термина политических заключенных, и поэтому у нас нет политических заключенных, но здесь я не знаю, это является профессиональной деформацией или нет. Ну, вот примерно так. Вы будете стоять на позиции правозащиты вот для себя лично или при каких-то обстоятельствах вы готовы пойти во власть? Что значит во власть? Кем во власть? Первый раз такой вопрос задают. Неужели я похож на человека, который пойдет во власть? Я не знаю. Я вот вам даю этот вопрос. Стать депутатом или занять какую-то должность при смене кабинета? Для вас это возможно? Нет, вы знаете, дело в том, что когда люди, наши активисты решили баллотироваться в депутата парламента, просто надо знать, что тебе предлагают и как ты там сможешь себя реализовать. Я знаю, что такое наш парламент. Я знаю, что они ничего не решают. Я знаю, что они очень сильно зависимы от администрации президента. И в основном это как нотариальная контора, которая узаканивает те баракобесные законы, которые мы спускаем из администрации. Хотя бы по закону о мирных собраниях. Как бы мы их не пытались убеждать, что одиночный пикет это не является митингом, все равно это прошло. Как мы не пытались говорить, что уведомление в той форме, которую это предлагает, это не уведомление, это прошло, и ни один депутат не задал вопроса. Для меня это неприемлемо. Я не могу, даже если я попаду в парламент, я не смогу принимать такие условия, и понятно, какая может быть работа и результаты в парламенте при таком положении вещей. Да, можно сидеть в парламенте как правозащитник, постоянно озвучивать, но это не работа парламента. Работа парламента принимать законы такие во благо общества, а когда ты не сможешь даже создать фракцию и даже не сможешь даже блокировать драконовские законы, смысл попадать в парламент. Вот это во-первых. Ну, может быть, если вы уж такой вопрос мне задали, конечно, учитывая, допустим, я считаю, что я правозащитник, я считаю, что я вполне профессиональный правозащитник, который поднимает действительно насущные проблемы прав человека, где я могла бы на какой позиции продвигать это дальше. Это, допустим, позиция Амботсмана. Да, это мне близко, учитывая, что и Амботсманс сейчас, соответственно, с принятым законом, имеет иммунитет неприкосновенности. То есть, на позиции Амботсмана ты можешь говорить о тех правах человека, которые есть, и при этом ты не зависит от уголовного преследования, у тебя будет иммунитет. И действительно, я считаю, что Амботсмана очень много может делать на этой позиции. Госпожа Азимова, она молодец в том плане, что она смогла принять этот закон, но она не смогла это должным образом реализовать, может быть, не хотела, может быть, это было не ее, но она получила очень хороший портфель председателя Конституционного суда. Спасибо, как говорится, хорошо поработала, закон принят, молодец. Но на позиции Амботсмана должен быть независимый человек. Понимаете, закон дал возможность вести такую правозащитную работу, говорить на всех уровнях и иметь прямой доступ к тем людям, которые принимают решения. И позиция Амботсмана, она должна быть сильной, она должна говорить громко, позиция, я имею в виду Амботсмана. И Амботсман, он является, как бы защитником прав человека, и голос его должен быть громкий, он не должен бояться, потому что есть закон, который ему гарантирует иммунитет. И поэтому на позиции Амботсмана, я считаю, что могла бы не только, допустим, быть я, раз вы такой вопрос задали, я считаю, что на позиции Амботсмана могла быть Дауриш Баталова. Отличная, это такая позиция, где Дауриш Кабубекова могла бы себя реализовать на миллион. На позиции Амботсмана мог быть Евгений Жовтис. Это прекрасный юрист-профессионал, который имеет международный авторитет. И я думаю, что Евгений Александрович был бы прекрасным Амботсманом. То есть все правозащитники, которыми мы работаем, мы могли бы иметь именно позицию Амботсмана, и она бы давала бы нам такой шанс. Мы смогли бы сдвинуть очень многие вопросы именно соблюдения прав человека. Мы могли бы поднять голос Амботсмана при принятии новых законопроектов, при котором мнение Амботсмана должно учитываться при принятии любого законопроекта именно в плане соблюдения прав и свобод человека. Потому что те законы, которые у нас принимаются, права у нас вообще, вы знаете, где-то там. какие-то вот интересы олигархов, какие-то интересы, я не знаю, еще кого-то, кто-то еще там продвигает. А права человека там, и поэтому можно было бы добиться, что обязательно проходить через аппарат Амботсмана именно наступление прав и свободы человека. И Амботсман мог бы в этом видиться. Он мог бы блокировать какие-то законопроекты, где это вот не учтены права и свободы человека. Тем более Амботсман, он имеет статус конституционного закона, он имеет право позвонить генеральному прокурору, министру МВД, я не знаю, там, не знаю, в администрацию президента, попасть на личный прием к президенту решения каких-то вопросов. То есть, я считаю, что очень сильная позиция, и она у нас не дотянена, потому что, к сожалению, туда назначают, ну, вот мы сейчас имеем нового Амботсмана, к сожалению, который малоизвестен, который не работал, не имеет такой, это будет, сказать, историю правозащитной работы, там должны быть те, кто работал, кто как-то получил огонь и воду, непосредственно работая в поле, и которые знают снизу, какие вот происходят нарушения прав человека. общагазит дешевикминги,